Друзья, добрый день! Тема сегодняшнего видео – «Почему богословие?». Я не случайно назвал так видео свое, потому что тема очень важная. А вначале хочу вам напомнить, что вы можете оставить комментарий под видео, поставить лайк. Этим вы заставите алгоритм YouTube продвигать это видео, чтобы его посмотрело как можно больше числа людей, что немаловажно. И также, кстати, можете поддержать автора этого канала. Реквизиты в описании, а мы начинаем. Итак, смотрите, вчера ко мне подошел один брат, который говорит, ну, уже закончилось служение, мы сидим в кафешке. И он говорит, спасибо за то, что имеете смелость учить на богословские темы. Я подумал, неужели для этого нужна смелость? Но, видимо, нужна, потому что когда в церквях юридизм главенствует, засильный юридизм не позволяет людям увидеть, для чего нужно им концентрироваться на Господе, потому что им подавай, вот как вести себя, куда пойти, куда не пойти, что сказать, чего не сказать, куда сфокусировать свою веру, как открыть портал, как привнести с неба на землю какую-нибудь вещь. Люди вот это любят. Для них это практическое крестьянство. Но нет ничего более практического, чем учение о Боге, потому что богословие – это слово о Боге. Богословие состоит из двух слов. Это не Бог, а слов, как ругают богослову, да, а слово о Боге. Это слово о Боге. Иоанн, например, апостол, называют богословом издавна, не случайно. Почему? Не потому что он оставил нам, помимо Евангелия, послания и книги откровения, еще какие-то богословские труды, а он как раз-таки их и оставил, и они являются богословским трудом самого Господа. Потому что Евангелие, например, и книгу Откровения ему диктовал Дух Святой на Патмосе. Он записывал слово за словом. И там есть такие факты, которые не вошли в синаптические Евангелия. Разговор Иисуса с Никодимом, разговор Иисуса с Пилатом. Некоторые выражения Иисуса, много высказываний каких не было. «Вы во мне, я в Отце, и я в вас». Этого нет в Евангелиях Марка, Матфея и Луки. Но зато многих историй, которые вошли в те Евангелия, нет в Евангелии от Иоанна. Иоанн как будто бы написал отдельные, непохожие Евангелия. Но они не противоречат друг другу. Просто его фокус на Господе. Это Евангелие, как никакой другой, открывает нам Иисуса Христа, как Бога, прощающего в его плоти. Открывает нам единение с Ним. Иоанн сосредоточен на этом, на сердце Отца, на сердце Христа. Иоанн лежит на груди Иисуса. Иоанн падает к ногам Иисуса и рассказывает это в своих Евангелиях. Говорит о себе, как об ученике, которого любил Христос. И вот Рик Джонер, пророк, я часто привожу его примеры, он писал, например, в книге Жатова, что Иоанн в последние дни его учение выйдет на первое место. То есть мы были сосредоточены на посланиях Петра и Павла, а теперь Господь сделает самыми важными, сакцентирует нас на посланиях, на Евангелии от Иоанна. Почему? Потому что Он хочет, чтобы мы сконцентрировались на Нем Самом. Господь хочет, чтобы мы сфокусировались на Нем. Потому что послание Иоанна как раз фокусирует нас на Господе. И заметьте, что делал Иоанн. Он не участвовал в каких-то религиозных депатах. Когда шел с Петром на молитву в час девятый, молчал в то время, как Петр провозгласил, «Золото и серебра не имею, а что имею, даю тебе во имя Иисуса Христа, встань и ходи». А потом именно Петр проповедал так, что покаялась три тысячи человек. Петр проповедал, покаялась пять тысяч человек. Иоанн все время в тени. Он как бы ждет своего часа. И уже Петр распят вниз головой. Павла отрубили голову. А Иоанн даже не вошел в свое служение. Он Евангелие написал в 90-х годах, первого столетия. Книга Откровения и так даже. И это отражает то, что Господь действительно выдвинет его на первый план. Вначале я этого не понимал, а теперь я сам в этом. Я не понимал, как это. Почему пророку Рику Джонеру, которого я очень уважаю, Бог так сказал. Но я доверял Рику Джонеру, не понимая его до конца. Как это может быть, что такие малоинформативные послания будут на первом месте, в то время как у Павла столько мудрости, что Петр говорит о нем как о нечто неудобном, в разумительном. И мы именно послание Павла мы цитируем чаще всего. Но нет, друзья. Именно в простоте наибольшая глубина. И если Павел обращается к уму Христову и говорит, что мы имеем разум Христов, то Иоанн обращается к сердцу Господа и открывает нам самого Господа в его природе и любви. Именно это и есть истинное пророческое служение. Если Петр больше евангелист, через него покаялось три тысячи, потом пять тысяч. А Павел учитель, он говорит, я апостол-учитель для язычников. И он учит. Две трети Нового Завета им написаны. То вот Иоанн – это настоящий пророк. Потому что пророк, он скажет, да, это все хорошее послание, это хорошее учение. И о том, как нужно жить в браке свято. И о том, как нужно правильно принимать причастие. И о том, как нужно родителям выступать со своими детьми, а детьми служатся родителей. Это все правильно и хорошо. Но это не имеет никакого смысла, если это все не преломлено через Иисуса Христа. Если нас вначале не обратили на Иисуса Христа и не сделали Его фокусом, не преломили все послания через Него. А именно эта проблема как раз и существует. Что сегодня учения многих не преломлены через Иисуса Христа. То есть, вот, например, в учении тех же богов, да, то есть ты сам в себе все должен открыть. Например, если ты позитивно думаешь, позитивно мыслишь, позитивно исповедуешь, то силой мысли ты можешь материализовать многие вещи. Зачем тебе Христос? Ты же чудотворец. Ты сам по себе. Тебе не нужен Христос. Просто поверь, произнеси, заяви. И там имя Иисуса даже не нужно. Вот, как бы не нужно. Я говорю это как о негативном примере. Поэтому богословие, друзья. Богословие – это как раз слово о Боге, и это истинное пророческое служение. Богословие – это сегодня истинное пророческое служение. Иоанн именно пророк. Он написал книгу Откровения. Это пророческая книга. Он писал книги об Иисусе Христе. Откровение Иисуса Христа, который дал ему Бог, который он дал Иоанну через ангела своего. И поэтому, друзья, если мы застряли в юридизме, мы не поймем, почему богословие. Потому что мы потеряли пазлы Евангелия, что в единение приходит все потребное для жизни и благочестия. И мы будем пробуксовывать, пытаясь своими силами изобретать велосипеды, достигать уже достигнутое, завоевывать завоеванное, сражаться с уже выигранным, с уже пораженным. Поэтому мы должны, вникая в учение, увидеть там Иисуса Христа и только Его. И только Его. Единение с Господом – это самая заразительная сила на земле. Это самое увлекательное послание. Это самое помазанное слово, на которое откликается Дух Святой. Если вы поймете, что в этом единении, которое обретается в покое, все ответы, то вы не будете искать ответы, вы будете искать Царя. Ищите прежде Царство Божьего, и все остальное приложится вам. Но на самом деле мы ищем в Царстве самого Царя. То есть зачем нам Царство, если там нет Царя? Поэтому мы ищем Царство, мы ищем Царя. И тогда все это приложится нам. Нам не надо будет пропастить, промолить там, чего-то достигать. В любви мы совершим больше из избытка, чем по нужде в этом юридизме, где мы завязли в долгах, в необходимостях, в достигательствах. Друзья, расслабьтесь, посмотрите на Господа. Начинайте каждый день с обращения к Нему. Скажите, Иисус, я тебя люблю. Ты моя драгоценность. Ты мое сокровище. Я настолько счастлив быть с тобой. Сделайте Ему приятной, друзья. Он эмоциональный. Он не какая-то сила, которая соединила с тобой. Это личность. Это личность. Это самая прекрасная личность во Вселенной. И если вы это понимаете, если вы это переживаете, вы не захотите говорить ни о чем другом. Когда Иоанна, уже очень старого, согласно устной истории церкви, привозили в Эфесской церкви, приносили, чтобы он проповедовал, он говорил о Господе и о его любви. Он говорил о природе Господа. Его спрашивали, почему ты ничего не учишь, кроме как об Иисусе Христе и его любви? Он говорит, если вы это будете иметь, все остальное вы поймете. Все остальное вам откроется. Вас не надо будет учить ничему другому. Вот это очень интересная история, которая дошла до наших дней. Друзья, люблю вас. Увидимся.